В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь рассмотрено административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего налоговое законодательство. Подробности в материале нашего корреспондента. Фигурантом административного дела стала небезызвестная Вероника Иванова. Многие пинчане об этой уверенной в себе даме знают из телесюжетов и публикаций в местной прессе, связанных с ее взглядами на политические процессы в стране. Прежде чем излагать суть нынешнего визита в налоговую, надо сказать, что гражданка Иванова не единожды привлекалась к административной ответственности по статье 23.34 за участие в несанкционированных мероприятиях. Рассказывая о некоторых фактах биографии, отнюдь не политические взгляды стали причиной рассмотрения в экономическом суде Брестской области в начале этого года ее дела. Находясь с 21 января 2016 года в процессе прекращения деятельности как индивидуальный предприниматель, Вероника Иванова совершала сделки, не связанные с прекращением этой деятельности, предоставляя услуги гадания, предсказания и психологической помощи гражданам. За что получила штраф в размере 30 базовых величин с конфискацией 100% дохода от запрещенной деятельности в размере 300 белорусских рублей. Сейчас очередное нарушение. Как говорится, не прошло и полгода. В настоящее время при повторном проведении контрольных мероприятий было установлено, что уже находясь с гражданкой, являясь предпринимателем, тоже также неоднократно принимала денежные средства от населения за услуги по гаданию без использования кассово-сумерующего аппарата. В настоящий момент гадалка кассовый аппарат приобрела. И за свои оккультические услуги и руническое искусство деньги берет официально. Это стало смягчающим обстоятельством и по части 1 статьи 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях получила штраф вдвое меньше максимально предусмотренного – 20 базовых величин, что на данный момент составляет 580 белорусских рублей. Кассовый аппарат уже имеется, и это говорит о том, что свои услуги гражданка Иванова намерена оказывать и дальше. К слову, прием клиентов она ведет по тому же адресу, где зарегистрирован офис Пинской организации Белорусской социал-демократической партии «Громода», председателем которой и является наша гадалка. Разносторонние интересы, разнообразная деятельность, предприимчивости в ведунье не занимать. Это наводит на вопрос. А однопартийцы тоже пользуются услугами своего председателя-гадалки? Постановление об административном правонарушении индивидуальным предпринимателям может быть обжаловано. У оккультиста Ивановой есть на это право.